Фриц очень сковерная бацилла. Фашистов гоним и в могилу. Так насмехались над немцами советские солдаты. На войне, как известно, все средства хороши, в том числе и острый фронтовой юмор. Он хорошо помогает справляться с боязнью врага. В условиях оккупации было необходимо поднять моральный дух не только солдат на передовой, но и мирного населения. Поэтому во время Великой Отечественной войны сотнями выпускались юмористические плакаты, художники рисовали сатирические карикатуры, открытки и листовки. Солдаты и гражданские постоянно придумывали анекдоты, дразнилки, юморески, басни и стихи. Большинство из них дошли и до нас. Хотите узнать, как насмехались над немцами и красноармейцы? Оставайтесь с нами. В июле 1941 года были выпущены первые экземпляры журнала «Фронтовой юмор». Инициатором и создателем журнала был Николай Радлов. За годы войны всего вышло 48 выпусков сатирического издания. Последний из них за март 1945 года советские бойцы читали уже под Берлином. Печальный факт. Но сам Николай Радлов так никогда и не смог увидеть последний выпуск своего журнала. В 1942 году он погиб от разрыва бомбы. В наших окопах это очень воодушевляло, воспринималось на ура, старались сохранить эти газеты и не искуривать их на самокрутки. А у немцев противоположный эффект, делился воспоминаниями Вячеслав Кокин, руководитель историко-литературного музея Вася Тёркин. Большинство армейских острот выпадало на долю Адольфа Гитлера. На всех листовках и плакатах красовались его карикатуры. Народные умельцы рисовали фюрера в образе тощего, полулысого человечка с крошечным ростом. При этом у него были маленькие поросячьи глазки и огромный уродливый нос, под которым красовались знаменитые усы. Доставалось также немецкому командованию, на карикатурах все как один военные чиновники были изображены слишком толстыми или невероятно худыми, безобразными лицами. Впрочем, рядовых немецких солдат рисовали не намного лучше и красивее. Например, одна из шутливых фронтовых загадок звучала так. Назовите имена четырех немецких командиров, чьи фамилии начинаются с буквы, похожей на виселицу. Гитлер, Геббельс, Геринг, Гиммлер. Большинство шуток брали свои истории из реальной военной жизни. Почти в каждой роте находились свои окопные поэты и юмористы. Своими творениями делились они не только в кругу боевых товарищей, иногда солдатское творчество печатали и в журналах. К примеру, отрывок из письма Остапа Пули под названием «Как я немцев кормил». «Вот было дело, елки-палки, нащупал немец мой окоп, а мне патронов что ли жалко? Прицелюсь, хлоп фашиста в лоб». Острой сатирой над немецкими захватчиками славились не только красноармейцы, но и советские партизаны. Во время войны был популярным такой анекдот. Дневник партизана. «Понедельник. Выбили фрицев из домика лесника. Вторник. Фрицы выбили нас. Среда. Взяли силой домик. Четверг. Фрицы его отобрали. Пятница. Пришел лесник и всех нас выгнал вон». А какие шутки и анекдоты про немцев знаете вы? Пишите в комментариях. Посмеемся вместе. Шутили не только над Гитлером, командирами и немецкими солдатами, но и над их союзниками. До наших времен дошло юмористическое стихотворение под названием «Наша азбука». «Фриц очень скверная бацилла. Фашистов гоним и в могилу. Хорь, мелкий зверь, в повадках скрытен. Хорош фашист, когда убит он. Цепная шавка Геббель слает, цыплят теперь он не считает. Чардаш танцует венгрой ловко. Чеши солдат, мадьяр винтовкой». Советские солдаты считали своих врагов крайне трусливыми, поэтому придумали по этому поводу множество юморесок, шуток и анекдотов. Попали два немецких солдата в засаду. Сидят, думают, что делать. Один спрашивает другого, «Ганс, какой план?» А тот говорит ему, «Ты иди первым, а я за тебя потом отомщу». В 1970 году был выпущен одноименный сборник фронтового юмора. Автором его стал Валентин Верен. В антологии были собраны солдатские байки, песни, частушки, юмореские анекдоты и другие виды фольклорного творчества. Часть материалов была взята из солдатского юмористического журнала 1941-1945 годов. Дорогие зрители, вам понравился видеоролик? Подписывайтесь на канал Блиндаж и жмите на колокольчик. Впереди вас ждет много нового и интересного. До скорых встреч!